Все произошло здесь, у дворе дома 61 по улице 1 мая. Вечером 5 февраля с крыши упала огромная сосулька. Ее веса не выдержал даже козырек над входом. В результате ледяная глыба упала прямо на пожилого человека. Я вышел туда весь летал, на порожке немножко. Услышал вроде как вот, как будто железо обжелезло. И все, и больше я ничего не помню. Следующие воспоминания уже больница. После того, конечно, как пришел в себя. Пострадавший Валерий Гущин несколько дней был в коме. Врачи спасли, но впереди долгая реабилитация. Есть риск, что останется калекой. Шея сломана, кровоизлияние, рука у нас не работает. Вот и все. Чтобы заработала левая рука, Валерию Николаевичу требуется операция по восстановлению плечевого сустава. Дорогая, которую делают за пределами Оренбуржья. Но коммунальщики не согласны платить. Они вообще своими ныне чувствуют. Хотя, казалось бы, он пострадал из-за нечищенной ими крыши. И в тот момент, когда колол лед во дворе. Что тоже обязанность ЖЭКа. Со всех домов никогда не чищали. Говорит, у них машин нет. А как со мной случилось, сразу и машина, и все. И сразу машина приехала, везде почистили. По статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, директору ЖЭУ «Промышленная-1» Сергею Батракову грозит до шести лет тюрьмы. Пострадавший не настаивает на таком суровом наказании и просит директора хотя бы оплатить лечение. Суд свой вердикт должен был вынести сегодня. Но заседание пришлось перервать. Что случилось? Процелиться. Обвиняемому стало плохо. Со слов адвоката, у Батракова уже с ночи высокое давление и температура. Но его поведение заставило в этом усомниться. А вы алкоголь употребляли накануне? Алкоголь употребляли? А наркотические средства? Наркотики? Наркотики? Нет. Вы сейчас понимаете, где вы находитесь? Что происходит? Судей. К врачам он не обращался, суд не оповещал. Несмотря на это, к нему проявили сочувствие и перенесли заседание на 7 июля. Сегодня обвиняемый даже не смог самостоятельно покинуть здание суда. Ольга Патруша, Дмитрий Примачек. Наше время.